2017 год в МЧС России объявлен годом гражданской обороны с целью дальнейшего развития формирования единых подходов к организации и ведению гражданской обороны на территории Российской Федерации, повышение ее роли в обществе, а также в связи с 85-й годовщиной со дня образования гражданской обороны. От имени главы Амурского муниципального района поздравляю вас и выношу от имени главы свою признательность за ту работу, которую вы делаете. И также передать уважение, признательность тем коллегам, которые сегодня вместе с нами нет, и всем участникам, которые непосредственно входят в систему гражданской обороны Амурского муниципального района, или косвенно участвуют в работе этой системы, поздравить с праздником, пожелать здоровья, трудолюбия на благо нашей Родины и всей системы гражданской обороны Российской Федерации. Гражданская оборона началась создаваться в России в годы Первой мировой войны, когда в ходе военных действий стала применяться боевая авиация. Тогда к защите населенных пунктов от ударов с воздуха стали привлекаться жители. Это и положило начало созданию системы местной противовоздушной обороны. 4 октября 1932 года Совет народных комиссаров утвердил положение о местной противовоздушной обороне. С этой даты принято осчитывать начало создания общесоюзной местной противовоздушной обороны, преемницей которой и стала гражданская оборона. Ее первое испытание – Великая Отечественная война. Во время войны подразделения местной противовоздушной обороны оказывали медицинскую помощь пострадавшим, ликвидировали пожары и возгорания, восстанавливали коммуникации, линии связи, разбирали завалы, обезвреживали невзорвавшиеся боеприпасы, возводили бомбоубежища, аэродромы, дороги и другие объекты. Личный состав местной противовоздушной обороны проявил в годы войны массовый героизм. В послевоенный период, опираясь на богатый опыт Великой Отечественной войны, местная противовоздушная оборона неуклонно продолжала совершенствоваться. Появление в арсенале вооруженных сил США ядерного оружия и быстрое наращивание его запасов вынудило вновь пересмотреть организацию местной противовоздушной обороны. Постановлением правительства СССР от 13 июля 1961 года местная противовоздушная оборона была преобразована в гражданскую оборону СССР и введена должность начальника гражданской обороны страны. А в административных центрах областей и краев страны были созданы штабы гражданской обороны. В 80-е годы для гражданской обороны наступил новый этап. Стало очевидным, что гражданская оборона не может ограничить свою деятельность рамками военного времени. Ее потенциал, силы и средства должны были с большей эффективностью использоваться в мирных условиях. В июле 1987 года на гражданскую оборону дополнительно были возложены в полном объеме задачи по борьбе с природными и техногенными катастрофами. С 1991 года, когда штабы и войска гражданской обороны были переданы в МЧС России, начался качественно новый период ее истории. Были приняты федеральные законы о гражданской обороне, о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В настоящее время гражданская оборона – это система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. МЧС России целенаправленно внедряет новый формат повышения готовности к гражданской обороне. С привлечением к выполнению мероприятий гражданская оборона всех категорий населения Российской Федерации.